Снести или достроить? Вот в чем вопрос. На заседании гор из полкома обсуждают незавершенное строительство. Запустить все замороженные стройки – задача непростая, но выполнимая. На этой проблеме президент акцентировал еще в прошлом году. Ее решение было поручено Комитету госконтроля. И если в 2020-м таких зданий в Бобруйске было 83, то уже к началу 2022-го их количество снизилось до 62. По состоянию на 1 октября текущего года в Бобруйске числится 21 объект. Все запланированные на третий квартал мероприятия выполнены, за исключением Государственного учреждения культуры, парк культуры и отдыха города Бобруйска. Решить проблему можно несколькими способами – достроить, перепрофилировать, продать, передать безвозмездно или снести. Под последний пункт в нашем городе попадают сразу три проекта – административно-бытовой корпус машиностроительного завода, один из цехов мясокомбината и многоэтажный склад «Бобруйск-трикотажа». Голые каменные блоки, граффити и печальный вид строительства на территории этого завода началось еще в 1992-м. Но так и не закончилось. Работы остановились на пятом этаже. Решение судьбы склад ждал аж 30 лет. И вот итог – снести его должны до 2025-го. В завершение ждут еще три городских объекта. Все – в молодежном микрорайоне. Инженерные сети на строителей, в том числе канализация, связь, тепло и электроснабжение, проводят по мере застройки. То же касается и дороги по бульвару Переберезенскому. Доделают ее уже в этом году. В следующем возьмутся за Пуховскую. Она свяжет улицы вплоть до Днепровской флотилии. Для того, чтобы идти от проблемы с долгостроями, мы пересмотрели подход к проектированию объектов. В настоящее время мы разрабатываем проекты уже более меньшей протяженностью с учетом обеспечения финансирования и социальной значимости. Вот так выглядел один из самых старых долгостроев Бобруйска еще в 2017-м. Бетонная коробка на проспекте строителей не давала покоя местным жителям больше 25 лет. Уже сейчас здесь располагается современный торговый центр. Рядом облагороженная территория с лавочками и парковкой. Идеальный пример, как заброшенные проекты получают вторую жизнь. Было принято решение строительства торгового центра. По большому счету строительство длилось не так быстро, за год был построен. В течение пяти лет работы, я думаю, и учредители, которые занимались вот этим инвестпроектом, и жители микрорайонов 5-го, 6-го и 7-го, очень надеюсь, что довольны тем, что у них в микрорайонах появился такой объект. Еще одна замороженная стройка, этажерка на Минской, занимала немалую территорию вплоть до 2021-го. Теперь здесь возведут многофункциональный центр больше, чем на 6 тысяч квадратов. Такие примеры показывают, в Бобруйске нет места незавершенным проектам. Нарушителей наказывают рублем. Физлицам грозит штраф до 10 базовых, юрлицам и вовсе до 200. Город Бобруйск достаточно провел серьезную работу с этими объектами и сократил их количество более чем в три раза. Это нельзя не отметить. Вместе с тем еще остаются проблемные вопросы, проблемные объекты, с которыми необходимо, конечно же, проводить серьезную работу. Всего в Могилевской области более 300 долгостроев. Восьмая часть всех незавершенных проектов республики. А заброшенные здания, как известно, не только портят внешний вид городов, но и представляют опасность. Только в этом году вторую жизнь получили 700 таких построек, бывшие производства, амбулатории и базы отдыха. Благодаря чему появились новые рабочие места и социальные объекты.